Приветствую вас! Вначале, я думаю, имеет смысл ответить на ваш вопрос в целом. Потом еще я дам мне некоторые комментарии по поводу того, что вы написали. Значит, первое. Нужна ли вам девушка после такого решать только вам? Ну, то есть, если вы, например, вот оказались в такой ситуации. Ситуация, прямо скажем, неприятная, ситуация, прямо скажем, двусмысленная, ситуация, прямо скажем, несколько странная, ситуация, скажем, такая, что ее можно интерпретировать, вот ее можно интерпретировать как раз по-разному, ее можно интерпретировать по-своему, да, то есть, вот вы, например, интерпретировали ее вот так, и здесь вы не понимаете, что это, ну, не ваша вина в том, что вы ее так интерпретировали. Это, как бы, было нормально и естественно в данном случае, в данной ситуации, это было вполне логично. Логично, что вы могли подумать именно это, что она вас как-то обманывает, что она как-то вас там использует и так далее. Опять же, интересный момент, почему она потеряла к вам интерес, как вы говорите, вы говорите. Об этом тоже нельзя забывать, потому что потеря интереса в любом случае, это всегда довольно такой тревожный звоночек, и о нем, ну, не стоит о нем забывать, не стоит о нем умалчивать, о именно интересе. То есть, вот почему у девушки пропал к вам интерес, да, в каком моменте, может быть, ей, там, я не знаю, что, например, надоело ссориться с вами, или, может быть, что-то еще произошло. То есть, это, вот, то, по сути дела, всем нужно разбираться, в первую очередь, вам. Вот, но, тем не менее, исходя из того, какие ваши ценности, исходя из того, насколько вы ориентированы на девушку, насколько вы ориентированы именно на нее, насколько вы ориентированы на то, чтобы сделать ее, там, например, счастливой, насколько вы хотите что-то для нее делать и прочее, 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 вот исходя из этого, вам нужно принимать решение и думать, как вы будете поступать, там, если вам, например, скажут, что, ну, а чего, чего вы, там, например, переживаете, максимум, да, зачем вы переживаете? Все нормально, все в порядке, все хорошо, проблем никаких нет, вам это все кажется, например, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот. Если вам кто-то спрашивает подробное, то, опять же, если нужно понимать, что если вы с этим не согласны, то в данном случае это является определяющим моментом, потому что для кого-то может быть такое поведение не то, чтобы неприемлемым или неприемлемым, а для кого-то такое поведение может казаться как бы понятным, то есть вам понятно, почему девушка себя так ведет. Ну, например, это просто я сейчас говорю в качестве примера, вам понятно, почему девушка так себя ведет, но бывают ситуации, когда вы считаете, что девушка так себя вести не должна, и в этом случае, естественно, никто не заставит вас быть с ней, вот. То есть, если вы считаете, что девушка с вас все это плохое, если вы считаете, что девушка как-то чем-то вас обидела, унизила и так далее, то лучше будет, если вы ей об этом скажете, лучше будет, если вы поставите ее об этом в известность, чтобы, значит, она знала хотя бы. И, может быть, она осознает свою ошибку, может быть, она поймет, что действовала, например, неправильно, может быть, постарается как-то ситуацию исправить, а может быть и нет. В любом случае, она будет хотя бы знать, что вам неприятно, а в этот момент его постарайтесь вы учитывать. Потому что, ну, это важный момент, на самом деле, очень важный момент, и я хотел бы, чтобы вы о нем все-таки помнились, чтобы вы о нем не забывали об этом. Вот. Значит, далее, теперь, теперь, по поводу, собственно, того, что вы написали. Значит, вы пишите, что были микросоры, но, значит, мы их, девушка, активно разрешали в тот же день. На почве чего были у вас микросоры, значит, почему ссорились, каковы были причины для этих ссор, вот, что заставляло вас ссориться. Это, на самом деле, довольно важный момент, это момент очень важный в данной ситуации и в данном случае. Это момент очень-очень-очень-очень важный. Почему вы, значит, со своей девочкой ссорились? Что заставляло вас с ней ссорить? Далее, вы пишите о том, значит, что, когда девушка внезапно потеряла вам интерес, вы тоже, значит, стали проявлять инициативу для наших ссоров. Тут вот не очень, на мой взгляд, понятно. То есть, вы перестали проявлять инициативу для начала чего, для начала кого, как, какое начало у вас было. Я вот этот момент, если честно, не очень хорошо понял, не очень хорошо понял, что вы пытались этим сказать. Но, в любом случае, очень плохо, на мой взгляд, что вы проявили здесь себя довольно-таки достаточно пассивно. Вы проявили себя здесь довольно-таки инертно, и это, на самом деле, не есть хорошо, потому что девушки любят, когда по отношению к ним мужчины, парни более, так сказать, активные, более активно пытаются их завоевывать и не обращают внимания на то, что, ну... По тому, что у девушки, например, стало к нему холодно встать. То есть, здесь вы попытались, как бы, отвести зеркальное, и я вас понимаю, я понимаю, почему вы это сделали, но... И вы, пожалуйста, тоже пытались понять, как мой момент, что в данном случае вам нужно было вести себя, ну, мягко говоря, иначе, мягко говоря, по-другому. Поэтому вам в данном случае нужно было вести себя более активно. И, по моему мнению, именно такое поведение послужило тому, что девушка начала общаться с бывшим. То есть, она перестала видеть от вас сколько-нибудь такой вот приемлемую, скажем так, для нее модель поведения с вашей стороны. С этой стороны эта модель поведения ее не устраивала, эта модель поведения заставляла ее чувствовать себя, ну, скажем так, неудовлетворенной и отчасти именно поэтому, я думаю, она с вами и, значит, ну, вот... Как бы не общалась, да, то есть, она предложила взять паузу именно по этой вот причине. По той причине как раз, что вы недостаточно хорошо ее, значит, понимаете, по, опять же, ее мнению. Опять же, по ее мнению, вы недостаточно хорошо ее понимаете. И отсюда, скорее всего, ну, скорее всего, отсюда все проблемы. Вот. Значит, далее. Она говорит вам о том, что вы ревнуете, она говорит вам о том, что вы как-то, получается, ее подавляете, и это, на самом деле, очень плохо. То есть, я хотел бы, чтобы вы прямо вот сейчас, слушая мой ответ, старались ответить себе на вопрос уже, почему вы ревнуете, с чем связана ваша ревность, и почему вы сомневаетесь в своей девушке. Девушке давали она вам раньше повод, то есть, даже общение ее с ее бывшим, даже общение ее с ее бывшим, это не повод для того, чтобы ее ревновать. Вообще, ревность, как вам уже сказали мои коллеги, чувство довольно стагубное, и это действительно так. Так, я хотел бы, чтобы вы это понимали. И ревность происходит всегда из двух основных постулатов. Первый постулат – это неуверенность в себе, то есть, вы не уверены в себе, и тогда можно говорить о том, в чем именно вы не уверены в себе, и почему вы не уверены в себе, да. И другой момент – это момент эгоизма, то есть, вы эгоистичны немного, и думаете в этот момент вы по большому счету о себе. И тогда нужно говорить о том, почему вы думаете о себе, и больше вам нужно думать о девочке. Кстати говоря, вот эти вот эгоистичные нотки немного проявляются в том, что вы перестали проявлять инициативу, как вы выразились для начала. Как только девочка перестала проявлять к вам интерес, как только девочка перестала, ну, перестала проявлять свою активность к вам. И это тоже свидетельствует о том, что вы не хотите тратить на нее свою энергию, если она ничего не дает вам в ответ. Смотрите, ну, это может быть и правильно. То есть, я не говорю, что вы прямо не правы в этой ситуации. Пожалуй, я не могу сказать вам, что вы неправильно себя ведете. Но, с другой стороны, нужно понимать, что подобное поведение, оно свидетельствует не о наличии любви между вами. Ладно, оно свидетельствует о наличии, скорее, может быть, симпатии или желания находиться в отношениях, но никак, к сожалению, не свидетельствует о том, что у вас с этой девушкой, например, довольно сильная любовь и так далее. И это вот точно, на мой взгляд, является довольно-таки важным элементом, который вы забываете. То есть, ревновать вам действительно нужно прекратить. Если вы будете ревновать, то ситуация точно лучше не станет. Это однозначно, она будет только хуже. И если вы хотите свою девочку удержать рядом с собой, если вы хотите сохранить свои отношения, то вам нужно извлекать урок из того, что произошло. Вам нужно извлечь урок из того, что случилось, и понимать, что ревностью вы ничего не добьетесь, а девочку только еще больше, например, о себе оттолкнуть. Я бы хотел, чтобы вы этот момент поняли. Ну и под конец я бы хотел дать вам небольшую рекомендацию по поводу того, как уже сейчас вы можете бороться, например, со своей ревностью. Все, что вы можете делать со своей ревностью, как вы можете с этой ревностью жить. Каждый раз, когда вам хочется провести ревность, каждый раз, когда вам хочется поревновать, думайте в этот момент о девочке и о том, как она это воспримет. И старайтесь трансформировать свою энергию во что-то положительное, проявить нежность, проявить заботу, ласку, тепло. И после двух-трех раз, после четырех-пяти раз, возможно, вы это станете делать скорее на атомате. И, соответственно, вам будет куда легче бороться за своей ревностью. И вы больше позитива будете привносить свои отношения с ней, я имею ввиду с девочкой. Вот, тем самым, исключая из ее сознания то, что она может изменить. То есть, такова специфика ревности, когда человек постоянно говорит о том, что он ревнует, что вот она там может быть, ну, может как-то его обижает, оскорбляет, да, изменяет ему и так далее. Эта мысль как бы поселяется в голове у девочки. Ну, у любого человека, а не только у девочки. И если эта мысль поселяется, то это волей-неволей постановительно стимулирует человека к тому, чтобы изменить. Ну, и, соответственно, вам же это не нужно. Поэтому и говорить о своей ревности, соответственно, тоже не стоит. А над уверенностью в себе, в принципе, можно поработать и вам помочь именно в том, чтобы вы обрели уверенность в себе и не тратили свое время на такие вещи, как ревность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!